Глава пятая. Кровожадин, как охотничий пес. Мальчики лежали смирно, пока последние шаги не заглушил шум ветра. Тогда они встали, и с большим трудом, так как очень устали от неудобного положения, в котором им пришлось лежать, проползли по развалинам и перешли снова через ров по бревну. Мэтчем поднял крюк и прошел первым. Дик следовал за ним с арбалетом в руке. — А теперь вместе в Холливуд, — сказал Мэтчем. — В Холливуд! — вскрикнул Дик. — В то время, когда будут избивать хороших людей, только не я. Я лучше согласен видеть тебя повешенным, Джек. — Так ты бросишь меня? Бросишь? — спросил Мэтчем. — Что делать? — Приходится, — ответил Дик. — Если я не поспею предупредить их, я умру вместе с ними. — Как? Неужели ты хотел бы, чтобы я бросил людей, среди которых жил? — Полагаю, нет. Дай мне мой крюк. Но Мэтчем вовсе не собирался исполнить это приказание. — Дик, — сказал он, — ты поклялся перед святыми, что доставишь меня здоровым и невредимым в Холливуд. Неужели ты откажешься от своих слов? Неужели покинешь меня как клятва преступник? — Нет, я клялся от души, — ответил Дик, — и хотел выполнить свою клятву. — Знаешь что, Джек, иди со мной. Дай мне только предупредить этих людей, и, если будет нужно, пострелять с ними. Потом, когда все прояснится, я пойду в Холливуд и сдержу свою клятву. — Ты насмехаешься надо мной, — сказал Мэтчем. — Те люди, которым ты хочешь помогать, ищут моей погибели. Дик почесал голову. — Я не могу поступить иначе, Джек, — сказал он. — Тут нет другого средства. Тебе не грозит большая опасность, мой милый. А они стоят на пути к смерти. — Смерть, — повторил он. — Подумай об этом. — Черт побери, зачем ты задерживаешь меня здесь? Дай мне крюк. Клянусь святым Георгием, неужели все они должны умереть? — Ричард Шельтон, — сказал Мэтчем, пристально смотря ему в лицо. — Неужели ты присоединишься к партии сэра Даниэля? Разве у тебя нет ушей? Разве ты не слышал, что говорил этот Элис? — Или у тебя нет сердца для твоих кровных и для твоего отца, убитого этими людьми? — Гарри Шельтон, — сказал он. А что Гарри Шельтон был твоим отцом, это так же верно, как то, что солнце светит на небе. — Чего ты от меня хочешь? — крикнул Дик. — Неужели ты хочешь, чтобы я поверил ворам? — Я слышал это и раньше, — сказал Мэтчем. — Молва о том, что его убил сэр Даниэль, сильно распространена здесь. Он убил его, приступив к клятву. Он пролил невинную кровь у него же в доме. Небо жаждет отмщения за это убийство, а ты, сын этого человека, идешь утешать и защищать его убийцу. — Джек! — вскрикнул мальчик. — Я не знаю. Может быть, это и было так. Почем я знаю? Но, видишь, этот человек воспитал меня, кормил. С его людьми я охотился, играл с ними, и вдруг оставить их в час опасности. О, милый! Если бы я сделал это, то был бы совершенно лишен чести. — Джек, не проси меня. Ты не захотел бы видеть, что я поступлю низко. Но твой отец, Дик, — несколько колеблясь, проговорил Мэтчем. — Твой отец. И твоя клятва мне ты взял в свидетели святых. — Мой отец, — сказал Шельтон. Он был бы за то, чтобы я пошел туда. Если сэр Даниэль убил его, то эта рука убьет сэра Даниэля, когда настанет час. Но в опасности я не покину ни его, ни его людей. А что касается моей клятвы, то ты, добрый Джек, избавишь меня от нее. Ради спасения жизни многих людей, не сделавших тебе никакого зла, и ради моей чести ты освободишь меня. — Я освобожу тебя, Дик, никогда, — ответил Мэтчем. — Если ты бросишь меня, ты нарушишь клятву, и я объявлю это всем. — Кровь моя кипит, — сказал Дик. — Отдай мне крюк, отдай его мне. — Не отдам, — сказал Мэтчем. — Я спасу тебя помимо твоей воли. — Не отдашь? — крикнул Дик. — Я заставлю тебя отдать. — Попробуй, — сказал Мэтчем. — Они стояли, смотря в глаза друг другу, готовые броситься. Дик сделал прыжок. Мэтчем сейчас же повернулся и побежал, но Дик нагнал его двумя прыжками, вырвал у него из рук крюк, грубо бросил мальчика на землю и встал над ним разгоряченный, грозно занеся кулак. Мэтчем лежал там, где упал, лицом в траву, не думая сопротивляться. — Дик натянул тетиву. — Я покажу тебе! — бешено кричал он. — Без клятвы или склятвы мне все равно, будь ты повешен. Он повернулся и побежал. Мэтчем сразу вскочил на ноги и бросился за ним. — Что тебе нужно? — крикнул Дик, остановившись. — Чего ты бежишь за мной? Убирайся прочь! — Я могу идти за тобой, если мне угодно, — сказал Мэтчем. — Лес открыт для меня. — Отойди, клянусь причистой девой, — сказал Дик, подымая арбалет. — Ах, какой ты храбрый мальчик! — возразил Мэтчем. — Стреляй! Дик опустил в смущении арбалет. — Смотри, — сказал он, — ты сделал мне достаточно зла. Иди по-добру-поздорову своей дорогой, а то мне невольно придется прогнать тебя. — Хорошо, — упрямо проговорил Мэтчем, — ты сильнее из нас двух. — Сделай самое худшее, я все равно не перестану идти за тобой, Дик, разве что тебе удастся силой заставить меня уйти. Дик был почти вне себя от бешенства. Ему было совестно побить такое беззащитное существо, а между тем он, хоть убей, не знал другого способа отделаться от нежеланного и, как ему начало казаться, неверного товарища. — Мне кажется, что ты с ума сошел, — крикнул он. — Дурачок, ведь я спешу к твоим врагам и пойду к ним так скоро, как только могут меня нести ноги. — Мне все равно, Дик, — ответил мальчик. — Если тебе суждено умереть, Дик, я так же умру. Я предпочитаю идти с тобой в тюрьму, чем быть свободным без тебя. — Ну, — сказал Дик, — мне некогда стоять тут и болтать. — Иди за мной, если уж тебе так нужно, но если изменишь мне, то плохо тебе придется. — Запомни это. Я пристрелю тебя. Сказав это, Дик снова пустился бежать, придерживаясь опушки чаще и зорко оглядываясь по сторонам. Он выскочил из лощины в более открытую часть леса. Налево показалась небольшая возвышенность, покрытая золотистым дроком и увенчанная группой черных елей. — Отсюда я могу увидеть что-нибудь, — подумал Дик, направляясь по покрытой вереском поляне. Он прошел только несколько ярдов, как вдруг Мэтчем дотронулся до его плеча и указал ему вдаль. К востоку от возвышенности почва опускалась и переходила в долину. Вереск еще не отцвел, и вся поверхность походила на заржавленный, невычищенный щит, на котором редкие вязы казались пятнами. Там Дик увидел человек пять в зеленых куртках, подымавшихся на холм. Во главе их, с заметной порогатине в руках, шел сам Элис де Куорс. Один за другим они достигали вершины, взглядывали на небо и потом исчезали на противоположной стороне. Дик посмотрел на Мэтчема более ласковым взглядом. — Так ты будешь верен мне, Джек? — спросил он. — Я думал, что ты принадлежишь к другой партии. Мэтчем зарыдал. — Это еще что? — крикнул Дик. — Святые угодники! Что ты хнычешь из-за одного слова? — Ты сделал мне больно, — проговорил, рыдая Мэтчем. — Ты сделал мне больно, когда бросил на землю. Ты трус, потому что злоупотребляешь своей силой. — Ну, это дурацкая болтовня, — грубо сказал Дик. — Ты не имеешь никаких прав на мой крюк, мистер Джон. Я хорошо бы сделал, если бы отколотил тебя как следует. Если пойдешь со мной, ты должен меня слушаться. — Тогда идем. Мэтчем раздумывал, не остаться ли ему. Но, видя, что Дик шагает к возвышенности и ни разу не оглянулся в его сторону, передумал и побежал вслед. Но поверхность была чрезвычайно неровная и крутая. Дик далеко обогнал его. К тому же он бежал гораздо скорее и давно уже взобрался на вершину, прополз между елей и спрятался в заросли дрока, когда Мэтчем, задыхаясь, словно загнанный олень, добрался до него и молча улегся рядом с ним. Внизу, в конце большой долины, короткая дорога от деревушки Тонсталь спускалась к перевозу. Она была хорошо проторена, и глазам легко было следить за ней по всему протяжению. Она окаймлялась то просеками, то лесом. Через каждые сто ярдов в ней могла встретиться засада. Далеко внизу дорожки солнце ярко отсвечивало от семи стальных шлемов, а по временам, когда деревья редели, можно было видеть Цельдона и его людей, которые быстро скакали, исполняя приказания сэра Даниэля. Ветер немного утих, но продолжал весело играть деревьями. — Может быть, если бы с отрядом находился Аплиард, он увидел бы предостережение в беспокойстве птиц. — Теперь заметь, — шепнул Дик, — они уже достаточно далеко заехали в лес. Спасение их зависит от того, продвинутся ли они вперед. Видишь вон то место, где широкая просека сбегает вниз, а в середине ее десятка-два деревьев образуют как бы остров. Там они были бы в безопасности. Только бы им добраться туда здоровыми и невредимыми. Я постараюсь предупредить их, но я предчувствую несчастье. Их только семеро против многочисленных врагов, и вооружены они луками. А арбалет Джек всегда одержит победу над луком. Между тем Сельдон и его спутники продолжали пробираться по дорожке, не подозревая о грозившей им опасности, и постепенно приближались к месту, где скрывались мальчики. Один раз они остановились, собрались в кучку и, казалось, прислушивались, указывая на какую-то точку. Но внимание их, очевидно, было привлечено тем, что происходило очень далеко, на равнине, глухим ревом пушки, доносившимся по временам ветром и говорившим о большом сражении. Конечно, было о чем подумать. Если голос больших пушек так слышен в Тонстальском лесу, то битва, должно быть, отодвигалась восточнее, и, очевидно, счастье обернулось против сэра Даниэля и лордов Алой Розы. Но вот маленький отряд снова двинулся и дошел до очень открытой части дороги, покрытой вереском, куда вдавалась только узкая полоса леса. Они только что поравнялись с ней, как в воздухе мелькнула стрела. Один из людей всплеснул руками. Лошадь его попятилась, оба упали и катались вместе по земле. Даже оттуда, где лежали мальчики, слышен был гул человеческих голосов. Они увидели, как испуганные лошади становились на дыбы. Наконец отряд несколько оправился от изумления, и один из всадников стал сходить с коня. Вторая стрела, пущенная издали, сверкнула, описав пологую дугу. Второй всадник упал на землю. Сходивший с лошади человек упустил повод, лошадь его понеслась галопом, таща его за ногу вдоль дороги, причем он ударялся о каждый камень и попадал под копыта. Четверо оставшихся в седле немедленно рассыпались в разные стороны. Один повернулся и с криком поскакал к перевозу. Остальные трое, бросив поводья, развивающимися одеждами, помчались вверх по дороге, шедшей из тонстоля. Из-за каждой группы деревьев, мимо которой они скакали, в них летела стрела. Скоро упала одна из лошадей, но всадник вскочил на ноги и продолжал следовать за товарищами, пока второй выстрел не уложил его. Упал еще человек, потом его лошадь. Из всего отряда остался только один человек, и тот без лошади. Шум, галлопировавших в разные стороны лошадей без всадников, быстро замирал в пространстве. За все это время не показался ни один из нападающих. Местами на дороге валялись люди и лошади в смертельной агонии, но ни один милосердный враг не вышел из своего убежища, чтобы избавить их от страданий. Оставшийся в живых человек стоял, пораженный, рядом со своим павшим конем. Он прошел вдоль широкой полянки с островком из леса, на который указывал Дик. Он был на расстоянии приблизительно пятисот ярдов от того места, где спрятались мальчики, и они могли видеть, как он оглядывался вокруг в ожидании смерти. Но ничего не произошло, и к несчастному вернулось его мужество. Вдруг он снял свой арбалет и натянул тетиву. В ту же минуту он сделал движение, по которому Дик узнал Сельдона. При этой попытке к сопротивлению в чаще леса вокруг Сельдона раздался хохот. По крайней мере, человек двадцать, в засаде сидело наибольшее количество людей, приняли участие в этом жестоком и несвоевременном веселье. Потом стрела пролетела мимо плеча Сельдона, он прыгнул и отскочил немного назад. Другая стрела, дрожа, упала у его ног. Он бросился под прикрытие деревьев. Третья стрела полетела прямо в лицо ему и упала недалеко от него. И хохот повторился снова, раздаваясь эхом в различных местах чаще. Ясно было, что нападающие только дразнили несчастного, как люди в те времена дразнили бедного быка, или как кошка и теперь играет с мышкой. Стычка уже окончилась. Дальше по дороге человек в одежде зеленого цвета спокойно собирал стрелы, а остальные доставляли себе жестокое удовольствие смотреть на муки грешника, своего ближнего. Сельдон понял, в чем дело. С гневным криком он положил на плечо свой арбалет и послал на удачу стрелу в лес. Случай помог ему. В чаще раздался легкий крик. Сельдон бросил свое оружие и побежал вперед вдоль просеки, почти прямо к тому месту, где скрывались Дик и Мэтчем. Члены шайки черной стрелы начали стрелять не на шутку. Но они получили по заслугам. Счастье отвернулось от них. Большинству пришлось стрелять против солнца, а Сельдон на бегу перепрыгивал с одной стороны на другую, чтобы обмануть их и не дать им верно прицелиться. Более того, повернув вдоль просеки, он расстроил все планы врагов. Там не было расставлено стрелков, кроме того, которого он только что убил или ранил. Очевидно, между нападавшими произошло смятение. Раздался свисток, повторенный сначала три, потом два раза. В ответ на них раздались свистки с другой стороны. Лес с обеих сторон наполнился звуками шагов людей, которые пробирались сквозь заросли. Перепуганная лань выбежала на полянку, постояла одно мгновение на трех ногах, и потом снова исчезла в чаще. Сельдон продолжал бежать, перебегая с одной стороны на другую. Временами его преследовали стрелы, но все они не попадали в цель. Казалось, что ему удастся остаться невредимым. Дик держал на готове свой арбалет, чтобы помочь ему. Даже Мэтчем забыл о своих интересах и в душе сочувствовал бедному беглецу. Оба мальчика дрожали и горели от глубокого волнения. Сельдон был ярдах в пятидесяти от них, когда в него попала стрела, и он упал. В то же мгновение он поднялся на ноги, побежал, шатаясь, словно слепой, в другую сторону. Дик вскочил на ноги. — Сюда! — крикнул он, махая рукой. — В эту сторону! Тут есть помощь! Беги, малый, беги! Но как раз в эту минуту вторая стрела попала в плечо Сельдону между пластинками его лад и прошла сквозь кафтан. Он упал на землю. — Бедняга! — вскрикнул Мэтчем, сжимая руки. Дик словно окаменел. Стоя на холме, он представлял собою удобную мишень для стрельбы. Он, наверное, был бы немедленно убит, потому что преследователи были вне себя от ярости на свою неудачу и от негодования на неожиданное появление Дика в тылу их позиции. Но вдруг из лесу, в поразительно близком расстоянии от мальчиков, раздался громовой голос. Голос Элиса Декуорса. — Остановитесь! — кричал он. — Не стреляйте! Возьмите его живым! Это молодой Шельтон, сын Гарри! Сейчас же раздался пронзительный свист, повторенный несколько раз и передававшийся все дальше и дальше. Свист, по-видимому, исполнял у Джона Мстителя роль боевой трубы, посредством которой он отдавал свои приказания. — Ах, беда! — крикнул Дик. — Мы пропали! — Скорее, Джек, скорее! Мальчики повернулись и побежали назад через группу сосновых деревьев, покрывавших вершину холма. — Продолжение следует... — Продолжение следует... — Продолжение следует... Продолжение следует...